МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦНЕВ в студии Константия Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Почетному гражданину Сарова Валерию Такуеву 80 лет. РФЦНЕВ посетила делегация Поволжского государственного технологического университета. Состоялась седьмая спартакиада профессиональных аварийно-спасательных формирований ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом». Один из главных разработчиков закона ЗАТО. Председатель Городского совета народных депутатов первого созыва. Начальник научно-исследовательского отдела конструкторского бюро номер 2. С 1992 по 1994 год президент Ассоциации ЗАТО атомной отрасли. Валерий Николаевич Такуев отметил свой 80-й день рождения. Обаятельный, внимательный, добрый, а главное, никогда не унывающий. Именно так отзываются о Валерии Николаевиче Такуеве, его друзья и коллеги. Жизненный путь Валерия Такуева всегда был насыщен яркими событиями. И даже те нелегкие годы, на которые пришлось его детство, он вспоминает с улыбкой. Мне посчастливилось жить и во время войны. Подчеркиваю, почему слово посчастливилось. Потому что пройти даже мальчишкой такое нравственное воспитание в это время – это дорогого стоя. В 1962 году Валерий Николаевич окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета. После чего посвятил 32 года жизни работе во ВНИЭФ. Валерий Николаевич, пройдя славный путь, безусловно, всегда отмечает особую роль в этом пути Российскому федеральному университетному центру ВНИЭФ. Ее учителям, о которых он говорил, его сотрудникам. И, безусловно, городу Сорок. Конечно, мы сегодня чествуем человека государственного университета. Человека, который всю свою жизнь сознательно посвятил отстаиванию интересов, посвятил справедливости, посвятил правде. И этим он велик. Около 25 лет трудовой деятельности Валерия Такоева связана с работой в КБ-2 Арфеоцвнеев. В должности – заместитель начальника отделения по испытаниям, а после – начальника научно-исследовательского отдела. Он не просто организовывал, руководил, он оставил после себя великолепную память. Это замечательный научно-испытательный комплекс, который продолжает развиваться и сегодня. За одну из уникальных центрифург он получил лауреат государственной премии. Это очень высокое для Советского Союза. Это очень высокая оценка, потому что таких вещей больше не было нигде. С 1992 по 1994 Валерий Николаевич был президентом Ассоциации «Зато» атомной отрасли. Также с его именем связан один из периодов в развитии комсомольского движения в Сарове. С 1966 по 1969 год Валерий Такоев возглавлял горком в ЛКСМ. Валерий Николаевич всегда блистал совершенно своим талантом, эрудицией, интеллектом. Он всегда вызывал восхищение. Потом, когда я работал с екатурем комитета комсомола КБ-2, Валерий Николаевич также был нашим старшим товарищем и поучал меня, как работать с молодежью. Всегда он был для нас молодежи и для нас, молодых женщин, всегда был авторитетом. В 1990 году Валерий Такоев вошел в состав Городского совета народных депутатов и был избран его председателем. В этот период он принимал активное участие в разработке закона «Зато» – важнейшем нормативном документе для жителей закрытых городов Минатома и Минобороны. С 1994 по 2001 год Валерий Николаевич работал заместителем губернатора Нижегородской области, руководителем представительства Нижегородской области при правительстве РФ. Судьба наградила его ярким талантом, талантом человека, талантом трибуна, талантом инженера, талантом русского человека, которого можно ставить в пример. И в этом его счастье, и в этом его радость. И таким мы его любим. Валерий Николаевич внес большой вклад в развитие ядерного центра и города в целом. Его заслуги были отмечены государственными наградами – орденом «Знак почета», медалями за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина и ветеран труда. Валерий Николаевич – лауреат государственной премии в области науки и техники. В 2006 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Сарова». А в этот день директор ядерного центра Валентин Костюков от имени гендиректора госкорпорации «Росатом» вручил юбиляру «Знак отличия» за вклад в развитие атомной отрасли первой степени, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, почетную грамоту РФИА ЦВНЕФ за высокий профессионализм в деле укрепления обороноспособности государства. Вот уже несколько лет в Российском федеральном ядерном центре успешно работает проект в гостях у будущего работодателя. За это время наш город не раз принимал студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Ёжкар-Алы и других городов России, где расположены вузы Национального исследовательского ядерного университета. В этот раз участниками проекта стали ученики Паволжского государственного технического университета. В этот раз в рамках проекта в гостях у будущего работодателя приехали студенты, обучающиеся в Паволжском государственном технологическом университете по трем специальностям. Материалы ведения, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение. Великолепная технологическая школа, которую проходят студенты, хорошо себя показала на рабочих местах. То есть молодые специалисты, которые работают в ядерном центре, некоторые работают уже пять лет, прекрасно себя зарекомендовали как высокопрофессиональные конструктора, технологи, испытатели. Поэтому, конечно же, мы с огромным удовольствием приглашаем студентов из этого вуза. За три дня ребята успели познакомиться с городом, посетить открытые площадки ядерного центра, а главное – встретиться с ведущими специалистами и молодыми учеными различных подразделений института. Виктор Нефёдов, заместитель главного конструктора Рафиацвнеев, рассказал будущим потенциальным сотрудникам о деятельности конструкторского бюро, о том, каких результатов ребята могут достичь, работая здесь, а главное – о важности этой работы и профессии для страны. У нас сейчас нет распределения, как было раньше, из вузов обязательно куда-то отработать надо. Сейчас молодые люди выбирают сами свой дальнейший путь. Поэтому, конечно, надо создать имидж нашей профессии, ну и создать запал. Потому что самое главное для специалиста, ну и для роста, ну и вообще для продуктивной работы – это чтобы огонь горел в глазах, чтобы человек работал с энтузиазмом, чтобы ему нравилась его работа. Поволжский государственный технологический университет – старейший вуз в Йошкар-Оле. В этом году он отметил свое 85-летие. Здесь хорошо развиты технические специальности, а сам университет входит в сотню лучших вузов России. По ГТУ сотрудничает с Федеральным ядерным центром не первый год. Около 40 выпускников университета уже работают в РФАЦ-ВНИЕФ. Некоторые уже получили вторую категорию, некоторые уже стали начальниками отделов, хотя молодые ребята обосновались, купили квартиры здесь, уже живут. И никто еще не сказал, что здесь плохо, он собирается ехать домой. Есть желающие сейчас опять приехать к вам, работать, посмотреть там, устроиться у вас в вашем прекрасном городе, приносить пользу стране. Константин Черепанов – один из тех, кто хочет стать сотрудником Российского федерального ядерного центра. В этом году молодой человек заканчивает учебу в университете и на дипломную практику планирует попасть на одну из площадок нашего городообразующего предприятия, а после остаться здесь работать. Мне понравилось то, что у нас есть возможность работать как раз тоже по нашей специальности, именно как конструктор, как технолог. Это первое. А второе. Очень понравилась социальная программа. Социальная программа действительно впечатляет. Всем молодым иногородним специалистам предоставляют общежития. А после полугода работы на городообразующем предприятии ребята смогут воспользоваться программой по улучшению жилищных условий и приобрести в ипотеку жилье всего под 4% годовых. Но и это еще не все. Если езжать на отдых, это компенсация отдыха как экскурсионного, так и туристического. Если это санаторно-курортное лечение, то есть здесь мы также предоставляем скидки на приобретение санатория. Если отдых детей, также достаточно за 5 с небольшим тысяч рублей, есть возможность отправить ребенка отдыхать в детский оздоровительный лагерь. С медицинского обеспечения дополнительное. Ну и, как я сказал, уже вне ведет огромную поддержку для ветеранов, которые раньше работали у нас на предприятии, которые также оказывают различные виды поддержки. У ядерного центра обширные связи со многими вузами страны. С 17 из них уже заключены договоры о сотрудничестве в области науки, образования и подготовки кадров. На практику студентов принимают, начиная с третьего курса. Если ребята хорошо себя зарекомендуют и заинтересуются работой в РФАЦ в НЕФ, после они могут приехать и на дипломное проектирование. Общение студентов с сотрудниками ядерного центра длилось несколько часов. За это время ребята получили ответы на все интересующие их вопросы и узнали обо всех тонкостях работы в РФАЦ в НЕФ. В Сарове прошла седьмая спартакиада профессиональных аварийно-спасательных формирований ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом». Спортсмены из разных городов состязались в настольном теннисе, стрельбе, мини-футболе, волейболе и плавании. За теннисными столами, на дорожках, бассейнах, тире и спортивных залах, на седьмой спартакиаде профессиональных аварийно-спасательных формирований госкорпорации «Росатом» памяти полковника Владимира Герасименко сошлись несколько десятков специалистов из МЧС, Росгвардии, ядерного центра ВНЕФ и московского ВНИА имени Духова. Цель – почтить память человека, который внес огромный вклад в развитие системы профессиональных аварийно-спасательных формирований. Полковник Владимир Дмитриевич Герасименко командовал и стоял у истоков создания одного из наших профессиональных аварийно-спасательных формирований, приложил очень большие усилия для того, чтобы наша система профессиональных АСФ была в том виде, который она имеет сейчас, и его память и его заслуги очень велики, вплоть до того, что в честь его памяти проводится данная спартакиада. В спортивном зале комплекса «Прогресс» несколько десятков участников, среди которых выделяется Светлана Зябова. На соревнованиях по настольному теннису она единственная девушка и выступает за команду МЧС России. За теннисным столом, как и в повседневной работе, ей приходится конкурировать с мужчинами. Светлану это нисколько не смущает. Благодаря таким спартакиадам, как ты держишь себя в тонусе, хочется добиваться новых целей, стремиться к более высоким результатам. И также спортсмены, которые не занимаются профессионально каким-либо видом спорта, они получают хорошую практику, будут также стремиться заниматься различным видом спорта. Следующий рубеж, который преодолевали спортсмены четырех команд во второй соревновательный день, была пулевая стрельба. Восемь стрелковых позиций, десять выстрелов с расстояния в 10 метров. Поведа доставалась команде, набравшей наибольшее число выбитых на мишенях очков. Мы обращаемся в научную деятельность, но все равно военнослужащик, так как он носит погоны, должен уметь стрелять и все остальные военные науки соблюдать. В последний день соревнований в зале спортивного комплекса «Рафиадс» в НИЭФ прошли финальные игры по мини-футболу и волейболу. В волейбольном матче за второе место сошлись команды МЧС и войсковой части 32-74. В начале игры ни одна из команд не хотела отдавать инициативу в руки соперников, но все же сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в первой партии оказались сильнее, найдя брешь в обороне другой команды. Вторая партия также осталась за МЧС. Боролись мы за второе-третье место, игра была слаженная, брали несколько раз тайм-аут. По большему вниманию надо было уделить на защиту и больше надо было нападение, то есть искали подходящий момент, чтобы можно было своевременно напасть. Волейбольная встреча между командами Саровой и Москвы на результат повлиять уже не могла. Из-за небольшого состава и травм гости нашего города не смогли составить серьезную конкуренцию сотрудникам РФИА Цвниев. Но москвичи не стали отказываться от возможности поиграть в волейбол, проявив упорство и силу духа. Он чисто такой, будем говорить, товарищеский, показать, сыграть. Безусловно, бороться будут, наверное, и те, и те. Все-таки престиж всегда выиграть хочется, всегда. Независимо от того, сломан, не сломан, первое место, последнее. Играть надо всегда, воля в поле должна быть, тем более у офицеров. Как отметили гости нашего города, цель участия в подобных соревнованиях не победа. Главное – сохранить спортивные традиции профессиональных аварийно-спасательных формирований. Пообщаться в неформальной обстановке с единомышленниками. На церемонии закрытие награждали не только за места на пьедестале почета. Судейская коллегия определила в каждом виде спорта лучшего спортсмена и отметила его специальным призом. Главный приз – переходящий кубок, на котором вписаны именно всех победителей, в этом году остался в Сарове. Команда ядерного центра показала себя самой сплоченной и сыгранной, доказав, что они быстрее, выше и сильнее сотрудников других профессиональных аварийно-спасательных формирований ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Русатом». На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова